Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Саханянка Анастасия, и как вы видели из названия, сегодня мы говорим о волосах, а если конкретнее, то об уходе за волосами. Ровно два года назад я выпустила видеоролик, где рассказываю о том, как мне удалось из совершенно безжизненных волос вырастить такие здоровые и длинные волосы. Два года — это большой срок, много что изменилось. Изменились знания, изменился подход, изменилась финансовая составляющая, да и в принципе жизнь наша сильно изменилась. Поэтому в этом видеоролике я хотела бы обновить информацию, что-то опровергнуть из того, что я говорила раньше, и что-то добавить. Иметь длинные, а еще и здоровые, шелковистые, легко расчесываемые и красивые визуально волосы — это роскошь. Точно такая же роскошь, как и иметь красивое, подтянутое тело и чистую кожу. И эта роскошь требует не только генетической составляющей, да, потому что мы привыкли все говорить о том, что «Ой, это все генетика, это все генетика, ей повезло, ему повезло, просто потому что он таким родился». Это не всегда так, и генетика — это всего лишь 20%, да. Все остальные — 80% — это труд, дисциплина, забота, любовь к своему телу в принципе. И еще немаловажное свойство — это терпеливость, потому что, как правило, мы хотим результаты получить очень быстро. Мы хотим намазаться вот этими кремами для ускорения роста волос и думаем, что «Ох, сейчас намажу, и как все начнет расти, прям плюс 5 сантиметров после первого применения». Такого не бывает и не будет, и эти средства не работают. Ну, может быть, какой-то долька процента, одна десятая, одна двадцатая, может быть, и да, она как-то стимулирует кровь, кровь может приливаться к луковицам, и да, что-то происходит. Но такого же эффекта вы можете добиться массажем, например. Ну да ладно, это лирическое отступление, и оно говорит о том, что, друзья, вы должны быть готовы к труду. Если вы хотите хорошо выглядеть, это труд. На самом деле у меня есть такая же черта, я тоже смотрю, да и, в принципе, раньше я тоже смотрела на девчонок, которые, в принципе, очень худые, сухие, и думала, блин, почему у меня не такое тело, почему мне нужно в зале пахать, как-то питание свое перестраивать, сильно смотреть, следить за количеством жидкостей, за потребляемым сахаром, жареным всем, все вот это вот. А они могут за этим не особо-то следить, и у них, в принципе, такое суховатое тело. Ну как так? Несправедливо? В итоге я просто пришла к тому, что жизнь, в принципе, несправедливая. Поэтому кому-то нужно делать больше усилий, кому-то меньше. Но в любом случае, на самом деле, интереснее из ничего делать конфетку, делать что-то, хотя бы что-то. Поэтому я призываю вас к тому, что даже если у вас, говорим о волосах, три волосины, делайте хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь из того, что сейчас я перечислю, и тогда вы увидите, что проблема-то не только в том, что у вас просто три волосины, а в том, что вы не прикладывали никаких усилий для того, чтобы эти три волосины выглядели хорошо. Что ж, давайте начнем. Я не буду ссылаться на видео двухлетней давности, хотя некоторые пункты будут, скорее всего, повторяться. Давайте по пунктам. Первое, что нужно сделать для того, чтобы ваши волосы выглядели хорошо, перестаньте их постоянно насиловать. Под этим я понимаю отказ от окрашивания, отказ от утюжков, выпрямителей и всевозможных термоштук, которые будут портить ваши волосы. Потому что, к сожалению, любая, даже самая крутая термозащита не способна защитить ваши волосы от воздействия вот этих всех термальных процедур. Я, кстати, уже несколько лет не пользуюсь выпрямителями. А завиваюсь с использованием вот таких вот штук. Беру прядочку, накручиваю, заворачиваю резиночкой, сжимаю вот так вот, волосы представляем здесь. И всё. Теперь про фен. В том видео двухлетней давности я говорила о том, что феном я не пользуюсь. Это объясняется тем, что, во-первых, на тот момент времени у меня не было финансовой возможности купить себе хороший фен с классной терморегуляцией. К тому же я считала, что, в принципе, мои волосы настолько не увлажнённые, что та влага, которая остаётся в них после мытья, она пусть остаётся там. Якобы это увлажняет мои волосы. Сейчас, естественно, я думаю немного иначе, и феном пользуюсь периодически. Если я нахожусь на даче, например, здесь у меня нет фена, я пользуюсь, продолжаю использовать, естественно, ими этот сушки. То есть волосы просто сами по себе сушатся. Особой разницы на самом деле я не заметила для себя, что в том случае, когда я никогда не пользовалась феном, было нормально, и с волосами было всё плюс-минус в порядке. Феном я пользуюсь, и прям супер разницы я не заметила. Поэтому пользуйтесь феном, единственное, пользуйтесь им правильно. Сушить волосы нужно сверху вниз по направлению, да. Единственное, что при таком методе сушки вы лишаете себя того желанного объёма. Хотя на самом деле, если сушить немного, при корнях немного вдувать вот сюда, да, дальше вниз уже. Ну и, естественно, не сушите горячим воздухом, прям дико горячим. Если холодным воздухом сушить долго, то сушите тёплым, просто не сильно близко прислоняйте к волосам. Насчёт фена типа Дайсона сказать ничего не могу, не пробовала. Если он реально настолько крутой, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, может быть, приобрету. Чтобы ваши волосы выглядели здоровыми, красивыми, а кожа головы чувствовала себя просто замечательно, вам необходимо подобрать правильный уход, правильный грамотный уход. Что это значит? Это значит, вам нужно подобрать те уходовые средства для ваших волос, для вашей кожи головы, которые будут подходить только вам, именно вам. А для того, чтобы их подобрать, вам необходимо разбираться о том вообще, что за тип волос у вас, что за тип кожи головы у вас, что есть что и что с чем едят. В данный момент я нахожусь в стадии поиска. Причём эта стадия, знаете, она как путём проб и ошибок. Хотя проще было бы сходить на консультацию к трихологу или к парикмахеру. Или вообще к трихологу и к парикмахеру, потому что один отвечает за кожу, другой посмотрит на твои волосы и скажет, что с ними и как. Но я не ищу лёгких путей и провожу эксперименты уже самостоятельно на себе, подбирая при этом свои средства, получая при этом то негативный опыт, то позитивный опыт. От чего-то у меня кожа головы просто сразу же шелушится и всё, это какой-то кошмар. Причём не только от мосмаркетовских средств, но и от профессиональных также. Сейчас же, например, я использую совершенно новую для себя линейку. Это Viesa французского бренда. Я вам покажу. На самом деле очень классно. Сделаю обзор дополнительно после того, как буду уже недельку так примерно пользоваться, потому что сейчас вот я им воспользовалась очень классно. И вот такую маску, точнее даже это не маска, это крем, питательный крем для волос. Вообще офигенное средство. Пока после первого применения ощущения исключительно положительные. Обзор ещё дополнительно сделаю о том же, как дальше пойдёт. Про уходовые средства и набор уходовых средств скажу так, что вам нужны шампуни, которые будут очищать кожу головы и поверхность вашего волоса, ваших волос. Второе. Это маски, всевозможные маски, крема для волос, которые будут питать ваши волосы. И третье. Это бальзам. Как это всё последовательно использовать у меня вот тут, в этом видеоролике. Смотрите обязательно. Помимо этого можно использовать всевозможные спреи. Я на самом деле ими пользуюсь крайне редко, потому что чувствую всегда на поверхности волосы потом такую склейку. Вот. Этим ещё пока не пользовалась. Свините, он у меня запечатан. Попользуюсь обязательно. Вот. Хочется прям протестировать что-то более профессиональное. Следующее. До сих пор в раздевалках я вижу одну и ту же... И ту же... Уже третий раз записываю слово ту же. Одну и ту же картину. Когда женщины, выходя из душевых, начинают тереть полотенцами свои волосы. Надеюсь, я этим видеороликом и другие блогеры, которые говорят о заботе и уходе о волосах, донесут до вас мысль о том, что тереть волосы полотенцем вот так, это крайне неэффективный способ для того, чтобы волосы были хорошими и здоровыми, и хорошо выглядели. Этой самой процедурой вы их ещё больше травмируете. Волосы будут истончаться, обламываться, и вы, в принципе, перестанете видеть рост. Будет казаться, что они не растут. Они просто обламываются. Они просто не вывозят той нагрузки, которую вы им даёте. А если, тем более, вы моете голову там четыре раза, три раза в неделю, то представляете какой-то стресс для ваших волос. Поэтому запоминаем ещё раз, когда мы выходим из душа, во-первых, ещё не выходя из душа, мы аккуратно их отжимаем. Далее берём полотенце и аккуратно промакиваем наши волосы, без вот этого трения. Забудьте это действие напрочь. Следующий немаловажный пункт — это расчесывание волос. Расчесываем волосы мы довольно часто, даже порой не замечая, сколько раз в день мы их расчесываем. Первое — это подобрать хорошую расческу, которая не будет дёргать ваши волосы. Кстати, в том видео двухлетней давности я как раз говорила о деревянной расчёске, о гребешке, но там вы правильно пишите в комментариях, он не очень хорошего качества. Поэтому если вы выбираете для себя дерево, то обязательно проверяйте, хорошо ли она, хорошо ли эта расческа обработана. Расчесывать волосы нужно очень бережно, очень легко, как говорится, с лёгкой руки. Мы прядь за прядью берём и снизу вверх, от кончиков до корней проходимся по нашим волосам. При этом пусть это будет такой своего рода медитацией. И самое главное — делайте это без спешки. Делайте это плавно, мягко, с любовью, с заботой. И волосы, поверьте, скажут вам спасибо. Я уже говорила про стимулирование роста волос и то, что все возможные средства с перцем, не с перцем, с горчицей, они не работают. И самый такой более-менее эффективный и безопасный для вас — это массаж кожи головы. Здесь я рассказываю, как его сделать и как его делаю я. Поэтому переходите, делайте, пользуйтесь. Добавлю ещё кое-что к внешнему уходу за волосами. У нас есть улица, а на улице частенько бывает жарко, холодно, ветрено. И что я часто слышу в свой адрес? «Ой, ты отрастила волосы, чтобы ходить в косе». На самом деле, чтобы не травмировать свои волосы и чтобы на них попадало меньшее количество пыли, я частенько их убираю в косу. И, в принципе, меня это вполне устраивает, когда я хожу по улице с места на место, я их убираю в косу. Во-первых, это защищает их от ветра, а ветер — это вот это вот перемалывание волос между собой, потом их ещё и не расчесать будет. Второе. Я защищаю их при этом от солнечных лучей, прямых солнечных лучей, если это солнечная погода, да, если это летняя пора. И третье. Я защищаю их от мороза, потому что все вот эти вот критические условия, да, супер жара и супер холод, они сильно травмируют наши волосы. Чтобы этого не происходило, например, летом я просто убираю волосы в косу, стараюсь её выкладывать здесь вперёд вот так вот, а зимой я могу спокойно её заплести сзади и укрыть её курткой. Во-первых, это ещё эстетически добавляет мне, потому что, представляете, если идёт длинноволосая девушка, например, да, вот я частенько такую картину вижу, и на улице дует вот этот ветер, ещё вот так как я живу в Москве, этот ветер ещё я перемешан с пылью, с вот этим всем выхлопом, который идёт от машин, и вот эта вся картина, волосы в разную сторону, и она такая прям, как ведьма какая-то. Это выглядит, правда, это вообще некрасиво, и даже гладко расчёсанные волосы при таких погодных условиях будут выглядеть, ну, совершенно. В итоге ты приходишь в здание, у тебя на голове вот эта пыльная метёлка, как минимум она грязная, как максимум она ещё и нерасчёсываемая. Поэтому личный мой совет при таких погодных условиях, да, ветер, жара, мороз, волосы, пожалуйста, нужно убирать. Как ухаживать за волосами во сне? В том видео я, кстати, рассказывала о том, что я каждый день на ночь взблетаю косу. Сейчас же я делаю это с периодами. Например, два дня я могу заплести косу, если, например, мне очень жарко, ну, и такую не тугую, и при этом сделать её так, чтобы она могла у меня, чтобы она при поворачивании, я её не тёрла подушкой, постельное бельё, а выкладываю просто назад. Вообще сейчас мне очень нравится такой способ спанья, когда волосы просто, я беру волосы и укладываю их за собой, то есть вот как-то вверх туда на подушку. Это, в принципе, очень комфортно, удобно, они не сваливаются вниз, ты не просыпаешься весь в них запутанный, раздражённый и всё такое. Они где-то там на подушечке лежат аккуратно и тебе не мешают. Поговорили про внешнее, поговорим про внутреннее. Волосы в целом можно интерпретировать как отражение нашего внутреннего состояния, а на наше внутреннее состояние влияет очень много что. Это и наше физическое здоровье, это и гормональные фоны, это питание, это режим дня, это стрессы всевозможные, это условия, в которых мы живём, например, сухой воздух в вашем помещении, или наоборот, дико влажный воздух в вашем помещении. Это и всевозможные заболевания, которые вот в данный конкретный момент у вас случаются. Сейчас я назвала очень много факторов, которые, в принципе, влияют на состояние волос. Один из них можно разобрать также косвенно. Например, питание, да, и то количество воды, которое вы употребляете. Система очень сложная в силу того, что всё индивидуально. Индивидуально. Сейчас я часто встречаю, что, например, от ломкости волос нужно там есть рыбу. Значит, вам не хватает жиров, например, к примеру. Или там для того, чтобы волосы были более гладкие, эластичные, кушайте авокадо. Я не оспариваю того, что эти вещи связаны, но всё-таки это более глубокий процесс. И, например, гормональный фон, да, который у вас сейчас присутствует, то количество витаминов, которые у вас есть в организме, да, и то, что вы начинаете там потреблять сверху, оно может сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Поэтому я здесь не буду ни в коем случае давать советов о том, что вот, пейте там витамин В, Е, А для того, чтобы ваши волосы, для того, чтобы ваша кожа была такая классная, всё было здорово. Не буду, потому что, почитайте, что такое гипервитаминоз, и вы всё поймёте. Поэтому идём к врачу, собираем анализы, и уже по результату этих анализов мы можем понять, что вам конкретно не хватает для того, чтобы там перестали ломаться, волосы перестали там слоиться, ногти, чтобы прощи прошли. И всё в этом духе. Пожалуйста, не играйтесь в самолечение, вы не врачи. Сами себе диагноз вы поставить не можете. Поэтому идём в больницу. В целом, что хотела сказать про питание. Питаться нужно, естественно, правильной, чистой, так скажем, едой. Вся эта история с жареным, сладким, да, с жирным, с газированным. Понятно, что это не полезно ни в каком его виде. Естественно, я себе позволяю вот эти все гадости и сладости. Не могу без сладкого, я дикая сладкоежка. Постоянно текаю от этого сладкого, но всё равно продолжаю его употреблять в пищу. Но даже несмотря на вот эти мои отсылки, вот эти мои уклонения от правильного питания, преимущественно мой рацион состоит из хороших продуктов. Это фрукты, овощи, мясо, это крупы, это обязательно перловка. Я обожаю перловку, просто нереально. Вот одна из самых любимых круп. Иногда гречка. Ну вот вы поняли, к чему я клоню. То есть не надо себя прям сильно ограничивать. Если вы хотите там уйти от какого-то продукта, делайте это постепенно. Не надо прям себя ограничивать, иначе срыв, и всё. И ваша вот эта вся история, она закончится очень печально. Ешьте всё, но в грамотном количестве. Как говорится, мера всему голова. Про необходимое количество жидкости, а именно чистой воды. Я пью около литра в день, мне этого достаточно. Мне от этого неплохо и нехорошо. То есть это вот моя норма выпитой воды в условиях, в которых я живу в данный конкретный момент. Естественно, если это жара и лето, я пью больше. Ориентируйтесь на собственные ощущения. Не пытайтесь выпить 2 литра воды в день и бегать писать каждые 5 минут. О стрессе, режим дня и условиях, в которых вы живёте, тут я сказать мало что могу, потому что всё супер индивидуально. Например, у меня в доме, в помещении очень сухой воздух. Я везде, где только можно, понаставила увлажнителей. То есть решение, оно должно исходить из тех проблем, которые у вас в данный момент существуют. Если это неналаженный режим дня, то вам необходимо его наладить. Тут, в принципе, всё просто. Это влияет не только на состояние... Знаете, здесь такая закономерность. Вашему организму плохо от того, что режим не соблюдается. Например, вы не высыпаетесь. И как следствие у вас там летят ногти, волосы и кожа. Может быть, даже зрение и какие-то более существенные вещи. Если говорить про стресс, то это уже такая более отдельная тема. Скорее всего, мы её разберём чуть позже, когда я уже буду более компетентным человеком в этом вопросе. На самом деле, стресс нам необходим для того, чтобы мы жили и развивались. Но если стресс, он постоянный, он такой гнетущий, он уже как, в принципе, смысл вашей жизни, то вы живёте постоянно в каком-то стрессе, то это сильно влияет на вас изнутри. А здоровье ваших волос это просто будет уже как следствие. То есть вся эта история с ломкими волосами, со всем прочим подобным, оно будет уже как вытекающий фактор. Может проявляться очень интересно. То есть здесь вы страстанули, через три месяца увидели охранительное выпадение волос. Да? В общем, ещё раз хочу сказать, что это очень такая индивидуальная история, и разбираться нужно более конкретно, подробно, и это всё-таки уже материал для другого видео. В завершении данного ролика я хотела бы назвать ещё очень одно важное слово, которое можно подписать под каждым пунктом, который я вам назвала. И это слово — осознанность. Подходите к каждому процессу, к расчёсыванию, к мытью головы, к плетению косы, к плетению причесок осознанно. Осознанно. Что это значит? Это значит, что мы, когда расчёсываем, мы понимаем, что вот сейчас я расчёсываю волосы, и что если я буду их дёргать, спешить, то, скорее всего, это приведёт к их травмированию. Когда мы моем голову, когда мы выходим из душа и вот этим полотенцем шаркаем, мы должны понимать, что сейчас, если я вот так вот буду шаркать, то я сделаю хуже своим волосам. Помимо этого, если всё то, что я сейчас перечислила, уже у вас есть, а эффекта никакого нет, ну, значит, нужно копаться глубже, нужно смотреть на все внутренние процессы, которые у вас происходят. Сходите к врачу, проверьте ваш гормональный фон, сдайте вы эти анализы, заплатите вы денег. Но если вы хотите результата, вам придётся потрудиться. То, что вы мне напишите в комментариях, о, это генетика, у меня три волосины, я уже там, мне 40, мне 50, мне 70, ничего такого не будет, у вас всё хорошо, пока вы молоды. Это, конечно, всё здорово. Я эти комментарии прочитаю, я их читаю. Как вы видите, я знаю каждый свой комментарий, и как положительный, так и негативный. Но мне-то от этого ничего не будет. Я-то сделаю всё, чтобы всё было хорошо, правильно? Ведь это моё здоровье, это не только, там, какое-то фанатичное отношение. Я на самом деле не фанатично к ним отношусь. Абсолютно обычная процедура, абсолютно всё уже включено в дисциплину. И всё. Хотела сказать, что заботьтесь о себе тщательнее, тщательнее. А не пишите гневные комментарии о том, что-то у вас не получилось, и в этом виноват кто-то другой. Никто не виноват. В этом видеоролике я рассказала о том, как забочусь о волосах я. Если что-то упустила, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть, я что-то упустила. И мы с вами в комментариях структуру вот эту создадим, чтобы она была в закреплённых сообщениях. Мало ли, бывает всякое. А сейчас небольшое объявление. Я хочу пригласить на свой YouTube-канал бизнес-коуча, бизнес-тренера, по всем всяким всевозможным коммуникациям, по личностному росту, по ораторскому искусству. И я бы хотела у вас спросить, а какие темы вот в этом ключе, да, по самореализации, какие темы были бы вам интересны. Если что, я прикрепляю здесь ссылки, и внизу ссылки на свои соцсети, ВКонтакте, Инстаграм, где я буду проводить опрос ещё между вами, чтобы выбрать ту самую актуальную тему, с которой мы пригласим данного спикера. Ещё раз большое спасибо, что вы были со мной. Мне очень это приятно. Спасибо за лайки, комментарии, за ваши подписки и то, что вы мне пишете в социальных сетях. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. Берегите себя, заботьтесь о себе. Осознанно подходите к вообще всей своей жизни. Пока-пока.